Очередное обрушение в Одессе. В историческом центре на улице Торговой 20 сегодня днем рухнула стена жилого дома. Некогда он примыкал к зданию, где располагалась общественная баня. Баню снесли и на ее месте готовят площадку для строительства шестиэтажного торгового центра. Еще на этапе сноса местные жители допускали, что соседнее здание может не выдержать. Так и случилось. На месте событий сейчас находится Дмитрий Богомолов. У него и узнаем подробности происшествия. Дима, приветствую. Есть ли пострадавшие в результате обрушения? Да, студия. Мы действительно находимся на месте обрушения дома на Торговой 20. На данный момент по официальной информации, к счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщали местные жители, к счастью, обрушение происходило не моментально, а постепенно. Они услышали треск здания и успели покинуть свои квартиры. До последнего момента пытались связаться со всеми потенциальными пострадавшими, потому что в доме проживает 41 человек. Это там 30 квартир. Со всеми удалось выйти на связь и определить, что на данный момент пострадавших нет. Сложно определить степень повреждений и количество квартир, которые разрушены. Эти данные разнятся от трех до шести. Нужно разбираться еще в планировке. Да, местные жители, соседи все подтверждают, что действительно еще осенью, в момент, когда здесь сносились советские бани для последующего строительства многофункционального торгового комплекса, уже тогда были предположения и опасения, что это может привести к дальнейшему обрушению здания. И действительно, как мы видим, на данный момент так и произошло. Многие местные жители, соседи, они также переживают, потому что у них в квартирах, в их домах также зафиксированы трещины. И никто не застрахован от того, что любой из близлежащих соседних домов может постичь та же участь, что и дома по торговой 20. Давайте сейчас пройдем еще, попробуем опросить местных жителей. Я прошу прощения, мы в прямом эфире, не расскажите нам, пожалуйста, как вы обращались, как писали письма и сообщали о том, что возможны такие последствия, как обрушение зданий. Вот мы видим, что сегодня действительно обрушилось это здание. Примерно где-то с сентября-коктября 2019 года начался демонтаж здания, и мы обращались к представителям фирмы, здесь приходили они, были собрания, проводили о том, что нас заверили, что все соответствует документации, все будет проходить соответственно документам, но, к сожалению, ничего не было не огорожено, никаких плакатов разъяснительных не было. Мы обращались и в мэрию, и на горячую линию, к Труханову, 1553, по-моему, все какие-то приходили отписки. То есть будет или есть, например, плакаты, которых здесь не было. Мы объясняли, что у нас дома более 100 лет, застрахуйте нас, никто не хотел страховать, так как старые дома. Ну и вот, что мы могли? Мы могли только на горячую линию звонить. Как сегодня вы как услышали, увидели? Сегодня сидели дома, затрясся дом, мы выскочили, и вот увидели стол дыма, и валяется стена. Все, побежали своих соседей, потому что мы уже за время этой разрухи, мы уже сдружились с соседями даже нашими. И побежали смотреть, кто живой, не живой. Слава Богу, все живы. Как вас зовут? Елена. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, мы будем продолжать следить за тем, что происходит. Нужно сообщить также, что местные жители сейчас находятся на улице Пастера. С другой стороны, мы вышли сюда для стрима, чтобы показать вам последствия обрушения. Мы также видели, что приехали уже чиновники, первые лица города, в том числе городской голова, руководители профильных департаментов, руководители областной полиции. Мы сейчас будем с ними связываться, чтобы получить более подробные комментарии и узнать последствия, и сумели ли найти в обвалах кого-либо. Нужно отметить, что это уже третье обрушение в центре Одессы за чуть больше месяца. Это, если помните, было обрушение больше месяца назад на улице, в переулке Нахимова. И также две недели назад было обрушение здания на польском спуске. Ну, слава богу, все эти три обрушения пока без жертв. Студия. Спасибо, Дима. Корреспондент репортера Дмитрий Богомолов сейчас находится на торговой, где буквально пару часов назад произошло обрушение стены жилого дома.